Вернемся к диаграмме со спектральной чувствительностью колбочек. Вас не удивляет странное распределение пиков чувствительности по спектру? Если отметить на цветовом круге, то получается вот такая картина. Получается природа ошиблась, или британские ученые не угадали основные цвета? Красный вовсе не красный, а почти совпадает с зеленым. Синий где-то вдалеке. А теперь усугубим картину. Мало того, что красный и зеленый пики собрались рядом, а синий расположился где-то вдалеке, так еще и количество колбочек не одинаковое. 63% L, то есть длинноволновые, 31% M и только 6% S, коротковолновых. И расположены они тоже неравномерно по цветам. Коротковолновые колбочки преимущественно разбросаны по периферии. Завершим картину разной их чувствительностью. Если отметить эти три кривые на отдельных осях координат, то в образованном ими пространстве получим вот такую картину. Из нее потом получаются диаграммы цветового охвата, про которые мы будем говорить в конце этого модуля. Из всего вышесказанного очевидно, что человеческий глаз создавался из каких-то иных соображений, чем равномерное распределение пиков чувствительности колбочек на цветовом круге. Первое обстоятельство мы уже упоминали ранее. Это хроматические аберрации. Обратите внимание, что красная и зеленая зоны находятся очень близко на спектре, то есть длинные волны у них близкие. Это 94% всех рецепторов. Отдельно стоящие на спектре синие рецепторы, хоть и чувствительные, но составляют пренебрежимое малое число. Если представить ход луча, то видно, что синяя составляющая будет фокусироваться ближе, чем красная. Но если фокусировать глаз по красной и зеленой составляющим, то можно пренебречь синий. В отличие от матрицы фотокамеры, сетчатка имеет сферическую форму, и это сглаживает эффект хроматических аберраций по периферии. Глаз фильтрует высокочастотную составляющую, поскольку она небезопасна. Излучение ниже 470 нанометров существенно гасится уже в глазу. Мало того, что коротковолновых синих рецепторов в глазу совсем мало, так они еще и расположены преимущественно на периферии. Это помогает избежать расфокусировки в зоне основного внимания. Наконец, мы пришли к важной особенности нашего зрения. Несмотря на то, что зрение у нас основывается преимущественно на трех цветах, мозг работает с визуальной информацией в другом формате. Отдельно цвет, отдельно свет. И об этом мы поговорим в следующем фрагменте. Продолжение следует...